Привет, хоккейный город! Вот мы никак не могли дождаться начала нового хоккейного сезона, а тут бах, и три чемпионата позади. И что вы думаете, молодежка наконец-то смогла, ну почти смогла, взять реванш у одного из лидеров западной конференции? Пацаны со счета 0-4 отыгрались, но в итоге все равно уступили. Подробности на сайте хоккейного клуба. Игрой с «Алмазом» хабаровчане начали шестиматчевую домашнюю серию. Гости прилетели в Хабаровск в 8 утра и, можно сказать, с трапа самолета приехали на игру. На удивление зрителей череповчане показали хорошие скорости на старте игры, забросив шайбу уже в первой смене. На восьмой минуте гости реализовали большинство, сделав счет 2-0 в свою пользу. Дебют у Михаила Никишина не задался. В несколько эпизодах вратарю хабаровчан не повезло. Во втором периоде команды разыгрались, забросив по 2 шайбы. В середине матча гостю увеличили преимущество до 4-х шайб. И, казалось бы, крупный счет в итоге не минуем. Но лучше бомбардир и снайпер хабаровчан защитник Егор Харченко открыл счет голам своей команды в этой встрече. Следом хозяева остались четвером и в меньшинстве отыграли еще одну шайбу. Удачно сыграл на перехвате в чужой зоне Михаил Роденко, выведя на пустые ворота Сергея Иванова. Гандикап в две шайбы был в активе «Алмаза» на старте третьего периода. Двойное удаление сломало игру гостей. Сначала Даниил Федоров, а следом Илья Рашидулин забросили по шайбе. Гости встали, и хабаровчане атаковали по инерции еще некоторое время. Но развить успех не получилось. «Алмаз» несколько раз сыграл в большинстве. Но Михаил Никишин свою команду подтащил. Ничья в основное время принесла хабаровчанам одну очко в копилку. В овертайме удача оказалась на стороне гостей. Болельщики надолго запомнят камбэк команды. А вот повторный матч на следующий день прошел уже не так интересно. Но все равно, как сказал Егор Харченко, парни молодцы. Да, парни молодцы. Парни молодцы. Парни молодцы. Новенький молодчик молодежки Вадим Севчук в домашней серии участия не принимал. Зато отлично провел время в комментаторской. В общем, его дебют удался. Кстати, в отличие от амурских тигров, у Амура понедельник был, может быть, и тяжелый, зато крайне удачный. Вверх над одним из лидеров Запада. 4-1. С матчами разобрались, переходим к тренировкам. В конце прошлой недели мы снова побывали в спортзале хоккеистов. Понимаете намек? Впереди очередной эпизод многосерийного фильма, практически боевика, анатомия хоккея. Сегодня в очередной серии анатомии хоккея мы разбираем с вами упражнения ротации с тягой блока. С тягой блока. С тягой блока. Это упражнение комплексное. Конечно, по специфике оно больше подходит для хоккеистов. Ну, его выполняют и пловцы, и грибцы, и теннисисты, баскетболисты, и футболисты. Просто видоизмененные, может быть, другая стойка немножко. Развивает силу броска, щелчка, мышцы кора. И мышцы пресса, спины, плеч, грудные мышцы. И также, стоя в выпаде, работают стабилизаторы мышц бедра, коленного сустава, стоп. Практически это упражнение комплексное на все группы мышц нашего тела. Сегодня упражнение в тренажерном зале показывает игрок молодежной хоккейной команды «Амурские тигры», Егор Харченко, ассистент капитана. Это упражнение имеет несколько разновидностей. Акцент сделаем на двух. Первый вариант, когда правое бедро впереди, с правой стороны блок. В таком положении обычно выполняют бросок нападающий, когда они выкатываются на ворота соперника и выполняют бросок. Так как он защитник, он показывает упражнение больше на работу защитника, когда дальняя нога от тяги от троса выполняется снизу вверх в сторону. Работают мышцы пресса, спины, стабилизаторы бедра, коленок и плечи. Это же упражнение можно выполнять с обычными гантельками. Дома в обычных условиях вы встаете в положение выпад назад и выбрасываю гантельки вверх-вперед. Начинайте упражнение с легким весом и постепенно по мере вашей подготовленности добавляйте вес. 3-4 сета в каждой тренировке, по 10-12 повторений с каждой стороны. И ваш кор, пресс, спина, бедро, ягодицы – все будет в полном порядке. Спасибо вам, уважаемые зрители, за внимание. Мы видим, как вы следите за нашей передачей, как вам нравятся все наши упражнения. Будем стараться дальше показывать вам еще много упражнений. И в следующей серии мы с вами разучим новое упражнение – катание ролика. Всего доброго, до скорых встреч! Продолжение следует... Всем привет! Я Андрей Желудков, защитник хоккейной команды «Амурские тигры». Готов отвечать на вопросы? Да. Во сколько лет начал играть в хоккей? В три года меня поставили на коньки. В пять лет я пошел в хоккейную школу «Трактор» Челябинск. Есть ли прозвище в команде? Жел, Жолудь. Лучший хоккеист всех времен и народов? Матвей Тараканов. Это мой друг. Самое красивое место в мире? Москва, Красная площадь. Какой счет лучше? 4-2 или 2-1? 2-1. Почему? Защита выше сыграла. Ленинград или Металлика? Ленинград. Любимый жанр кино? Ужасы и боевики. Любимый фильм? Бумер. Как зовут? Костя. Ты что делаешь? Стоять! Стоять! Не дергаться! Последняя прочитанная книга? Программка перед игрой. Хорошая книга? Очень. Любимый сериал? Воронины. Самое гениальное изобретение человечества? Клюшка. Что лучше иметь? Миллиард долларов или мозги гения? Миллиард долларов. Деньги или время? Деньги. Сильное заявление. Лучший отдых это? Хоккей. Хоккей для тебя отдых? Да. Три главные цели в жизни? Стать великим хоккеистом. Создать семью и вырасти сильно. Что самое главное на необитаемом острове? Зажигалка. Главный инстаграмщик в амурских тиграх? Я. Что делать в самолете, если не спать? Играть в телефон. Любимая игра в телефоне? 2048. Вера, надежда или любовь? Любовь. Какой сверхспособностью хотел бы обладать? Читать мысли. Брюнетки или блондинки? Блондинки. Есть девушка? Да. На этом сегодня все. Болейте спортивно за наших, носите маски, берегите друг друга, ходите на хоккей. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова